Доброе утро, коллеги! Надеюсь, все выспались, несмотря на бурную ночь. Я не слышу реакции зала. Ни у кого не было бурной ночи? Ну вот, совсем другое дело. Сегодня у нас предстоит жаркая дискуссия. Я хочу, чтобы это действительно был формат дискуссии, а не монологи о достижениях институтов развития. Поэтому призываю к открытости, призываю к тому, чтобы мы посмотрели, может быть, с нетрадиционной для государства стороны на институты развития. Эта нетрадиционная сторона называется «Кто наш клиент? Для кого мы работаем?». Мы привыкли измерять институты развития эффективно с тем, сколько мы выдали кредитов, сколько мы выдали гарантий и так далее. А на самом деле, доволен ли клиент, как мы изменили жизнь отрасли, как мы изменили жизнь конкретного муниципалитета, региона, и какой вклад институты развития оказали в развитие муниципалитетов, регионов и бизнеса. Мы об этом поговорим. У нас будет несколько частей дискуссии. Первая часть мы послушаем «Пойдем от клиента», мы послушаем мнение малого бизнеса, среднего бизнеса, мы послушаем открытое правительство, анализ открытого правительства относительно эффективности институтов развития, послушаем регионы и руководители регионов, руководители успешных регионов. Вторая часть у нас «Федеральные институты развития», что могут федеральные институты развития сделать для региональных институтов развития, как могут помочь, какие KPI по взаимодействию между федеральными институтами и региональными институтами развития. Наконец, в третьей части мы соотнесем наш опыт с мировым опытом, и здесь наши европейские эксперты нам подскажут. У нас также будет сессия, может быть, минут 10-15 вопросов к спикерам и, может быть, коротких выступлений, и затем мы подведем итоги. Принимается такой план? Отлично, тогда начинаем. Начать я бы хотел с Екатерины Шапочки. Это представитель экспертного совета открытого правительства. Мы в кулуарах так обменялись. Это злой следователь, или мне больше нравится слово «суровый следователь», который сейчас, я думаю, задаст конву обсуждения, потому что открытое правительство недавно провело исследование эффективности региональных институтов развития. Катя, пожалуйста. Спасибо большое. Роль незавидная для начала. Но, тем не менее, хочу сразу сказать, провели исследование неэффективности, а попробовали просто для затравки этой дискуссии, собственно говоря, посмотреть на то, что такое институты развития региональные, сколько их у нас, какими средствами они располагают, и какие есть стандарты, если есть их работы на региональном уровне. Дело в том, что год назад экспертный совет по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева проводил большой анализ эффективности именно федеральных институтов развития, в частности, инновационных. И там выявились достаточно такие типичные проблемы, связанные с тем, что у институтов развития достаточно непостоянные и меняющиеся КПЕ, поэтому невозможно отследить их эффективность. Нет связки между отраслевыми федеральными ведомствами и, собственно, самими институтами развития, поэтому задачи не скоординированы. И, в частности, было понятно, что государство с трудом может найти баланс между тактическими какими-то задачами их и стратегическими приоритетами, на которые институты развития должны работать, да, и каким-то образом их померить. В этой связи мы вот решили посмотреть, что такое региональные институты развития и для начала просто как-то вот поляну этого описать и посчитать. Значит, по результатам нашего анализа, который опирался на открытые источники, можно сказать, что в настоящее время в 85 субъектах Российской Федерации во всех созданы региональные институты развития. Нам удалось идентифицировать 344 организации, которые можно отнести к региональным институтам развития. Тем не менее, в связи с нормативной неопределенностью статуса, и такая неопределенность есть и на федеральном уровне, касательно федеральных институтов развития также, возможно, этих институтов намного больше, да, просто мы их не можем корректно определить. В различных регионах было обнаружено разное число институтов развития. От одного в Чукотском автономном округе, Еврейском автономном округе, двух – Кемерская область, Мурманская область, до восьми – Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская область, Алтайский край и одиннадцати – в Москве. При этом надо отметить, что в число институтов развития мы не включали объекты инновационной инфраструктуры, бизнес-парки, технопарки и так далее. На основе информации, представленной в открытых источниках, был проведен анализ объемов средств, которые имеются в распоряжении у региональных институтов развития. Должна отметить, что по многим институтам развития, несмотря на бюджетный источник средств, информация вообще не представлена, что, на наш взгляд, достаточно странно. Тем не менее, то, что удалось найти за 2016 год, по найденным данным, сумма, общий объем средств, которыми они располагают, превышает 160 миллиардов рублей. Это больше бюджета Ленинградской области, примерно соразмерно бюджету Нижегородской области. При этом масштаб финансирования каждого института развития в отдельности отличается существенно. От 36 миллиардов рублей, например, в республиканской инвестиционной компании Якутии, 22 миллиардов рублей в региональном фонде Башкортостана, до единиц миллионов рублей, буквально 1-2-3 миллиона рублей в других институтах регионального развития. И среднее значение, по найденным данным, составляет 860 миллионов рублей. В ходе анализа мы провели несколько интервью. Сразу скажу, что выборка не валидная, был действительно рандомным способом. Мы обзвонили получателей поддержки в нескольких регионах. И в целом картина очень соразмерна тому, что мы увидели, когда анализировали федеральные институты развития. Во-первых, в целом говорится о том, что основные потребности рынка региональные институты развития закрывают, но не хватает гибкости, потому что эти потребности постоянно меняются. А институты развития, как получили свой мандат, так продолжают в его рамках и действовать. Получатели поддержки обратили внимание на очень существенную бюрократизацию, долгие ответы, невозможность связаться с представителями институтов развития. И в редких случаях было указано на то, что при больших объемах поддержки при этом услуги институтов развития не пользуются спросом. Что мы предлагаем по результатам этого исследования, на что обратить внимание и что возможно обсудить? Во-первых, провести какой-то комплексный анализ деятельности региональных институтов развития с последующим принятием решения о возможном укроплении и слиянии ряда из них для большей управляемости теми бюджетными средствами, которые в них закачиваются. Законодательно зафиксировать понятие статуса федеральных и региональных институтов развития, определив цели и задачи, на которые может быть направлена их деятельность, а также механизмы, которые для этого предлагается использовать. Определить типовые механизмы управления и деятельностью институтов развития и, возможно, типовые КПЕ, например, такие, как объемы суммы привлеченных частных средств, количество созданных предприятий новых и рабочих мест и так далее. Сформировать исчерпывающий перечень региональных институтов развития, закрепив его на уровне соответствующих региональных правительств. Обеспечить ежегодное проведение независимой оценки качества услуг опросами, пожалуйста, онлайн-опросами, любыми социологическими и так далее. И корректировки на основе этих опросов, возможно, и мандатов, и направлений деятельности институтов регионального развития. И, конечно, реализовать некий комплекс мероприятий по повышению их открытости, для того, чтобы мы понимали, какими средствами они располагают, кому они распределяются, по каким принципам и так далее. Вот, собственно говоря, Андрей, то, что я хотела сказать. Спасибо большое. Ну, вообще, такая картина не радужная, но у меня ощущение, что вы представили данные средней температуры по больнице. Неужели так всё равномерно скучно и грустно? Наверняка есть институты развития в регионах, которые успешны, и я надеюсь, об этом мы поговорим. Сейчас я предлагаю спросить одного из клиентов институтов развития, это малый и средний бизнес, Марина Блудян. Пожалуйста, дайте вашу оценку институтам развития региональным, как они помогают малому и среднему бизнесу, насколько они эффективны, может быть, есть примеры успешных регионов. Ну, вот наша оценка, она, в принципе, совпадает с предыдущим выступающим, но действительно есть, можно сделать такую оценку объективную по цифрам, по количествам, сколько, каких институтов и так далее, а мы больше смотрим на результативность. Вот вчера у нас проходила сессия «Новый бизнес. Реализованные возможности», и по результатам этой сессии, по анализу, можно было как раз посмотреть географию нового бизнеса в России. И, знаете, вот интересный такой, вот очень интересный результат, который совпадает с нашими оценками от наших региональных отделений. Вот от Свердловской области до Крыма, вообще вот география, «Восточный» нет, но не выявленный нами был для целей сессии. Но и видно, что там, например, в Свердловской области один предприниматель, а в Крыму пятеро, в Калужской области восемь, в Ульяновской пять, в Ленинградской один. Вот прямо вот... Это вы на душу населения говорите, или вот эти цифры? Нет, нет, кто вот, кто был представлен? А, кто был представлен? Мы широко раскинули сеть для того, чтобы предприниматели приехали на эту сессию. И вот, ну просто, это, знаете, такой показатель, он объективный же, да, вот, как это. И по нашим региональным отделениям мы видим и рост членов опоры, и там климаты, и все, что мы оттуда видим. Четко совершенно у нас есть регионы-лидеры, там, где институты развития работают, где они понятны предпринимателям, где ими пользуются. И это мы можем их сегодня назвать. Калужская, Ульяновская, Владимирская область, Казань, ну, Татарстан, извиняюсь. Не город Казань, а Татарстан. И мы можем назвать аутсайдеров. Марина, чем вы назовете аутсайдеров, мне кажется, регионы заслуживают аплодисментов. Ну, да, конечно, 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 конечно. Я даже, вот, знаете, отношение к предпринимателям, это тоже институт развития, когда предприниматели видят, как к ним относятся. Ну, например, да, такие вот примеры. Съезд лидеров опоры проходит в разных регионах. И, например, в Татарстане он прошел полностью от начала до конца в присутствии губернатора Татарстана, президента Татарстана. На самом деле, ну, это, ну, вот, там неудобно в лицо говорить, там, какие-то... Но, на самом деле, и мы видели, не просто сидел там в телефоне, что-то разглядывал, участвовал в нашем мероприятии самым действенным образом. Марина, все ждут список регионов аутсайдеров. Да, да, понятно. Да, или, например, вот мероприятие с встречей с предпринимателями в Крыму. Аксюнов лично встретился с предпринимателями. 13 вопросов, 13 поручений и контроль за этими поручениями. Ну, вот это видно отношение, которое начинается с головы, да. И поэтому, ну, мы видим там проблемы в Пермском крае, мы видим проблемы в Челябинске, мы видим проблемы... Ну, вот за Уралом там проблемная история. Там не уделяется достаточного внимания. И институты развития, соответственно, они там, может, и есть, и деньги какие-то тратятся, а результативности нет. Мы, так вот сказать с поклоном, большое спасибо, мы особенно и не можем. Ну, я бы еще хотела сказать по поводу институтов развития. Если мне предоставят такую возможность по федеральному сказать... Да, в секции по федеральному лучше. А, вот здесь? Да-да-да, чуть-чуть позже. Да, тогда я, в общем-то, со своим сообщением заканчиваю. Ну, вот есть пожелания не только деньги. Деньги важны, безусловно, важны деньги. Но и вот само отношение, чтобы это было не просто... Начинается все с головы. Начинается обязательно в структуре губернанской власти должно быть управление, которое занимается предпринимательством. Оно должно быть доступно предпринимателям, в нем должны быть организованы какие-нибудь общественные советы. Вокруг него должна начать кипеть предпринимательская жизнь с докладом своим губернаторам. Вот тогда это работает. Вот так это работает. По-другому не получается. Иначе у нас, получается, институты по себе сами. На словах говорят, мы с предпринимателями, нам они важны. А на деле ни предприниматели ничего не знают, ни о них ничего не знают. И вот такая, знаете, лебедь, рак и щука. Вроде бы и институты есть, а результатов нет. Спасибо большое, Марина. Я хотел спросить, а есть ли представители отстающих регионов? У вас будет возможность, не скажу слово, оправдаться, но сказать несколько слов. Я думаю, это будет очень правильно. И переходя к следующим спикерам, хочу сказать, что мы сделали исключение для открытого правительства и для основного клиента, для малого бизнеса. Коллеги выступали по 10 минут. Вот, попросил бы других спикеров укладываться где-то в 5-7 минут. И хотел бы предоставить слово сейчас руководителю одной из самых успешных и динамично развивающихся республиков, Рустаму Минихану, моему большому другу, с которым мы сделали много интересных проектов по развитию малого бизнеса. Вот, Рустам, какое влияние института развития оказывает на жизнь конкретного города, вашего региона, может быть, целой отрасли или малого бизнеса? Как вы себе это видите? Пожалуйста. Ну, спасибо за возможность принять участие. Вот, мы с моим старшим братом вчера были на одном мероприятии, где пух-прах разнесли институты развития, сказали, что они вообще не нужны и вообще никак не можем с этим согласиться, хотя вы сказали, давайте не будем заниматься отчетом. Я думаю, что институты развития должны рассказывать о той работе, которую они проводят. И без федеральных институтов развития, наши региональные институты развития не способны, без денег это не получается. Создать институт развития и не дать подкрепления нормативные, денежные, это уже как бы залог того, что этот проект провалится. Поэтому я считаю, что институты развития нужны, их надо развивать, их надо подкреплять. Понятно, нужны критерии, KPI, там все остальные вопросы. Я не могу не привести пример. Вот у нас, благодаря правительству Российской Федерации, Министерству экономического развития, вот две особые экономические зоны. Это большое доверие, да? Вот если взять Алабуга, промышленная зона, 10 лет. За 10 лет уже заявленных инвестиций 154 миллиарда, инвестировано 100 миллиардов инвесторами. Значит, 48 резидентов, еще 5 как бы оформляются. Уже 22 завода работают. Вот два завода на этой неделе откроем. Здесь созданы все условия, если бы не было этих инвестиций, это все заводы современные, импортозамещение, экспортно ориентированные. 555 тысяч, 500 рабочих мест создано. Кроме того, там созданы все условия для того, чтобы иностранцы могли... Международная школа, все необходимые условия. Значит, аренда помещений для резидентов, у кого там нет средств для строительства крупных этих возможностей. Вот институт развития сработал, конечно, сработал. Вот Иннополис второй проект, это центр IT для России. 21 резидент Е14 оформляем, работает уже университет. И, конечно же, уверен, что этот проект тоже будет успешным. Но если бы мы его сделали в усыщенном виде, вот университета там не было, или еще какие-то вопросы, мы тоже туда вложили, мы создали всю жилищную инфраструктуру, городскую инфраструктуру. Это вот совместные проекты, когда федеральный центр и регион решают какие-то задачи. Вот посмотрите, у нас Моногорода. Нет, на самом деле, Челны и Зеленый, само по себе эту тему никто так не разрешит. Регион это не решит. Вот есть программа, вот мы сейчас активно работаем, значит, мы два раза увеличим объемы индустриального мастера. Значит, там 640 тысяч, еще 500 тысяч добавим. Он и так был самый крупный. И он востребован, мы гарантируем, что этот проект будет успешным. Я просто хочу сказать, что вот малый и средний бизнес сам по себе, он развиваться не будет. Вот у нас 25% валового регионального продукта – это малый и средний бизнес. Вот Атарстана по этому году будет, я думаю, за 2 триллиона. И это, конечно, не маленькая доля. И, конечно же, вот наши проекты совместные, вот Вы сказали, Химград, да? Значит, 265 резидентов, 7 тысяч рабочих мест. Это завод, который все уже банкрот был, и он прекрасно работает в современное производство. Вот Кипмастер, я сказал, уже 5 тысяч работающих, 250 резидентов. Значит, технопарк «Идея», вот один из первых технопарков, 106 резидентов, 2200 работающих. Ну что, можно? Я понимаю, что список достижений очень большой. Нет, это не достижения, а совместная работа. Хорошо, хорошо. Мы должны об этом сказать. Я просто хочу, о чем? Можно вот какой-то кейс, чтобы мы поняли, как изменилась жизнь, допустим, в Алабуге, в Челнах и так далее, в связи с тем, что там созданы рабочие места? Ну, просто, может быть, какую-то зарисовку, чтобы мы поняли. То есть, какое влияние оказали институты развития на конкретные муниципалитеты? Значит, мы занимались вот этими центральными нашими там «Идея», «Химград» и это, да. Мы сегодня всё это транслируем на всю республику. 52 муниципальных площадки, уже 6 тысяч рабочих мест, 350 резидентов. Скоро это будет 100. То есть, никто не верил, что это возможно, да? Это полностью меняет жизненный уклад людей. Вот этот сельскохозяйственный район, рецепиент депрессивный, и появляется какая-то площадка, где начинается жизнь. Потом, очень важно, ведь, в принципе, не только это люди, вот образовательные программы. Вот мы сделали там фабрика предпринимательства. Они не только там в Казани там учат, ездят по районам, рассказывают людям же. Или вот сейчас со Сбербанком у нас гугловские программы. Замечательно. Да, 14 тысяч предпринимателей, значит, мы сегодня обучаем. Значит, бесплатно. Бесплатно. Корпорации и, значит, малосреднего бизнеса и министерство экономики. Вот тоже мы в пилот включили. Людям надо менять их ментальность. И, конечно же, без какого-то давления административного это не получается. Когда Google там, я посмотрел, там у нас 14 тысяч и там 5 тысяч участников. Что это такое? Почему это? Ну, пусть люди сами добровольны. У нас люди добровольно ничего не делают. Нам надо показать путь, где счастье. Поэтому вот они и идут счастье. Спасибо большое. Замечательно. Я еще должен добавить. Рядом, справа, Министерство экономики. Институт развития. Если бы проект Аммони 100%, значит, японское фондирование, все технологии самые современные мы вместе реализовали. Значит, по Сапфиру, по Каушикам. То есть, те проекты разве этот Татарстан мог бы реализовать, если такого института не было? Конечно, с нашей стороны тоже должна быть активность. Значит, ресурсные центры мы должны готовить. Ведь инвесторы тоже, ну, смотря кто. Все равно мы должны готовить специалистов. Вот 20 ресурсных центров уже созданы, еще 10 создадим. Значит, у нас программа с ААСИ, на счастье, кванториум. Детей надо, технологические революции, их надо уже сегодня готовить. Еще два, мы вот в Челнах работаем, еще два откроем. Другие наши... Рустам, я готов, я думаю, публика слушать вас бесконечно. Да. Ну, вот вы, вот и здесь вы зажимаете, конечно. Как всегда. Отлично. Прекрасно. Спасибо большое. Я бы хотел сейчас посмотреть другой немножко аспект институтов развития. Может быть, как влияют институты развития на создание целых отраслей, на поддержание отраслей, которых никогда не было в регионе. И в этой связи хотел бы предоставить слово Анатолию Артамонову. Пожалуйста. Будьте добры, микрофончик на первый ряд. Как правильно, сидеть или надо как-то встать, чтобы... Ну, вот когда... Вот мне кажется, сюда, если встать и повернуться к залу, будет очень хорошо. Один человек, который мне окажется за спиной, я извиняюсь сразу. Давай я могу свое место... Не, 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 великий брат, я не хочу. Твое место только ты можешь занимать. Вы знаете, на самом деле, вот хорошо, когда мы не высасываем что-нибудь из пальца, а отвечаем на вызовы времени. Причем, вот наша страна, она такая огромная и разноплановая, что институты развития тоже могут быть и должны быть разные. Например, Приморский край или где-то по Северным морям может быть такой институт развития, как, допустим, корпорация развития рыболовства или еще... Я не знаю, как можно ее назвать, но что-то связанное с... Или там агентство, с поддержкой этой отрасли. Где-то угольная промышленность, там, значит, с углем что-то будет связано. Где-то там золотодобыча, значит, с золотодобычей. И это не будет относиться ни к Воронежской области, ни к Калужской, ни к Смоленской. И поэтому меня всегда разочаровывает, когда мы одним накрывом пытаемся страну накрыть и потом ее, значит, отритинговать. Вот у этого столько, у этого столько. А там, может быть, в каком-то крае вообще один нужен. Там монокрай, да? Вот, допустим, там, я не знаю, ну, может быть, Чукотка или еще кто-то. Вот поэтому мы каким путем шли в создание институтов развития? Первый институт развития, который мы создали еще в конце 90-х годов, это было агентство оригинального развития. Оно нам было до зареза нужно, потому что должен был быть рядом с органами государственного управления, какой-то институт, вот именно этот, да, который был, с одной стороны, это не министерство, которое, в принципе, некоторые вещи даже не имеет права делать, по сути. Но выполнял бы функцию, которая направлена, в принципе, на осуществление тех пожеланий, которые тоже министерство экономического развития, допустим, высказывает, и о чем говорит, или о чем говорится на правительстве. После того, когда мы увидели, что начали уже подходить инвестиционные проекты, а, по сути дела, инвестиции к нам пошли, в целом-то, в Россию, они только где-то с конца 90-х годов. До этого времени мы барахтались в том, чтобы, мы это называли этот период, встать с колен, пытались как-то свои предприятия запустить. И тогда встал вопрос, а как же для этих инвестиционных проектов готовить территории, чтобы они не мыкались, не бегали по этим ресурсоснабжающим организациям и так далее, по нашим органам власти, значит, надо делать, ну, как и везде в мире, мы посмотрели это также, и вот и Руслан Дороголевич, индустриальные территории. Ну, мы назвали их индустриальные парки, как везде называется. Кто их будет обустраивать? Создали корпорацию оригинального развития. И они у нас до сих пор параллельно существуют. Мы не стали объединять, вот, кстати говоря, коллеги из Сингапура приезжали, они признали, что это лучше, чем когда это объединено под одной крышей. Мы развели консалтинг и девелопмент. И так до сих пор они и существуют, помогая друг другу. Вот, например, агентство, мы сейчас еще будем пригружать, вот эту работу сейчас ведем, они будут выдавать, помогать сертификации продукции, выходу на экспорт, там, где за рубежом надо какие-то вопросы формальности решать и будут с торгпредствами, с нашими взаимодействовать. То есть у них работа прибавляется. И вот под агентством начали вырастать подразделы. Когда мы начали заниматься активно привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс, и эта служба разрасталась, разрасталась там, и мы его выделили в самостоятельное агентство развития АПК. И оно прекрасно работает. Все бизнес-планы, которых там немеряно требуется для банков, чтобы получить кредиты, какой фермер может этот бизнес-план сделать? Он с десятого раза не может его защитить. Значит, агентство бесплатно делает для этих фермеров фермеров и для всех сельхозтоваропроизводителей, для заемщиков эти бизнес-планы. Ну и работает с инвесторами и так далее. Оформление земель, эти правоустановляющие документы на земельные участки. Я смотрю, вы детально знаете. Нет, нет, хочу просто. Понимаете, но если мы ведем разговор, для чего... А дальше я просто перечислю. Не буду раскрывать эту тему. Если можно вот к отраслям. Вот какие отрасли прямо появились, что для отраслей дали институты развития? Вот, у нас есть агентство развития регионального развития, агентство развития ПК, агентство инновационного развития и трансфера технологий, агентство развития малых форм торговли и бытового обслуживания. Вот мы тоже, как и Сергей Семенович, тоже этот процесс прошли с носа этих палаток, но снести-то это хорошо. А что людям взамен дать? Мы сказали, вот вам агентство, вот назначайте туда своего человека, и пусть он вам помогает, собирает вас по 5-6 человек, и делайте маленькие магазинчики, какие-то маленькие предприятия общепита. Значит, агентство инновационного развития и трансфера технологий, и что очень важно, агентство развития кадрового потенциала, которое сегодня, оно преобразовано уже в центр современных знаний, оно работает очень интенсивно, в постоянном режиме проходит подготовку все члены правительства, государственные служащие, муниципальные служащие, больше того, уже к ним бизнес пришел и тоже своих сотрудников там обучает. Но вот я считаю, что важнейшим институтом развития является торгово-промышленная палата. По крайней мере, мы на сегодняшний день на Уцорске торгово-промышленной палате передаем все больше и больше наших полномочий. В частности, вот с фондом Бровермана у нас в основном работает торгово-промышленная палата на сегодняшний день. И я считаю, что этот институт развития недооценен. И хотел бы тоже в том числе, вообще говоря, конечно, у нас вот есть и опора России, и РСПП, и деловарисы, мы тоже с ними сотрудничаем, но когда-то должно прийти время, когда они все под крышу торгово-промышленной палаты пойдут. Это будет правильно, абсолютно. Опора России скептически улыбается. Ну зря, зря. И здесь не должно быть никакого вот этого шовинизма. Надо просто понимать, что нужно для жизни. Важнейшим институтом развития является Внешэкономбанк. Сегодня он переживает сложные времена. Но я вам скажу так. Если бы не Внешэкономбанк и наше сотрудничество с Внешэкономбанком, мы ничего бы не сделали из того, что есть сегодня. 12 индустриальных парков мы создали только благодаря сотрудничеству с Внешэкономбанком. У нас тогда таких в нашей области денег не было. Мы 12 миллиардов заняли денег во Внешэкономбанке. И, конечно, это просто неоценимая была поддержка. А сегодня то, что делается по моногородам, то же самое переоценить невозможно. И вот вы сказали о советах. Да, они есть. И совет по малому бизнесу, и по промышленной политике, и по науке. Но, понимаете, я всегда вот эти... У нас есть совет по противодействию коррупции. Советы – это советы. А работать должен тот, кто на это поставлен. Всегда можно посоветоваться. И потом это дело... Ну, хорошо, если поручения, допустим, еще там будут. Но это опять работа по поручениям. То, что вчера критиковалось, очень серьезно. И, наверное, действительно это неправильно. Вот я считаю, что действительно тема институтов развития – это важнейшая тема. И это то, что, в принципе, органы государственного да и муниципального управления должны интенсивно передавать вот на этот уровень, на аутсорсинг. А власть должна заняться выработкой хороших правоустанавливающих документов и нормативных, которые позволяли бы этим институтам успешно функционировать. В том числе, кстати говоря, и особым экономическим зонам, о котором говорил Руслан Мургалич. Спасибо большое. Спасибо большое, Анатолий Дмитриевич. Присаживайтесь. Я так понимаю, что, Анатолий Дмитриевич, за разнообразие институтов развития, в зависимости от территории, от потребностей отраслей, и скептически, Анатолий Дмитриевич, относится к такой унификации, всех под одну гребенку. Вот у вас три института будет, и всё. Правильно понимаю, да? Отлично. У нас есть ещё один представитель институтов развития из Ульяновской области, Руслан Гайнидинов. Пожалуйста, брифли ваш взгляд на институты развития, эффективность региональных институтов. Пожалуйста. Спасибо, Андрей. Добрый день, коллеги. Ну, во-первых, несколько таких тезисов про деньги. У нас в Ульяновске мы соединили все, которые есть на сегодняшний день, инструменты под крышей корпораций по развитию предпринимательства. Это МФО, ГФО, фонд развития промышленности региональной, сейчас фонд развития АПК, гослизинг. Почему? Потому что всё в одном окошке. Это удобно, нет какой-то конкуренции между разными учредителями, ГРБСами разными, которые учреждают те или иные институты развития. Есть, естественно, одно понимание, потому что зачастую даже и в двух разных кабинетах люди сидят разные и не всегда с собой, к сожалению, общаются. Поэтому это первое. Второе. Почему, например, важен отраслевой такой сегмент, как лизинг, для тех промышленных предприятий, на которых мы очень рассчитываем, кстати, на этот новый инструмент, который встраивается в национальные, международные производственные цепочки. Потому что, Андрей, Вы просили кейсы, потому что сделали мы лизинг компании «Маленькая Вион», производящая небольшую оснастку, и она встала в цепочку Бриджстоуна, завод, который пришёл недавно буквально. Небольшая компания, 45 человек работает, но она в цепочке, она получила наш лизинг льготный по региональной лизинговой компании. Что касается каких-то отраслевых моментов, которые выстрелили, воспользовавшись нашими деньгами, нашими всеми ресурсами, с того перечня, который я сказал, ну, наверное, нужно отметить это деревообработку, в первую очередь мебель и двери. Сегодня, допустим, небольшая компания «Форд», 100 человек работает, она полностью убрала из четырёх дальневосточных регионов своих китайских партнёров в сегменте кухонной мебели. Вы марку не назовёте мебелью? Компания называется «Форд», она вообще, но нет бренда. Мебель «Форд», да? Мебель «Форд», но бренда. Вы запомнили, да? Значит, детская мебель «Клюква», вот оказывалась фабрика «Клюква». Удивительная вещь, вся мебель детская у нас была в основном итальянская в стране. И вот благодаря последним годам, благодаря курсу рублёвому, сегодня более 140 только салонов по стране открывается, где будет эта мебель. Они получили от нас сначала, это были займы, потом поручительства, соответственно, сейчас мы их вывели на фонд развития промышленности, наш местный. Исходя из этого, им удалось эту линейку быстрее. Они бы и сами дошли до этого, но только им потребовалось бы, может быть, 2-3 года, а сделали они это в два раза быстрее. Вот суть институтов развития. Они не делают чудо, но они могут ускорить вырасти к какому-нибудь небольшому предприятию до предприятия-чемпиона. Ещё один кейс, это, наверное, связанный с экспортом. Тоже важная тема. Вот впервые вышли на экспорт такие нетрадиционные для ульянской экономики вещи, как те же самые стройматериалы и продукции деревообработки. Вот тоже Андрей попросил записать. В Израиле сегодня можно найти нашу продукцию, нашу мебель. В Великобритании не какой-то премиум-класс. Это простой эконом-сегмент. В Шри-Ланке двери ульяновские найдёте спокойно. В Иране. Я благодарен Министерству экономического развития, который сегодня, ЕРЭЦ, который организовывает эти миссии. Вот опять, для чего мы нужны? Рустам Рогалевич правильно сказал. Счастье надо показать и, возможно, туда за руку привезти, потому что всегда, не всегда, точнее, мы видим, мы зашорены в своей работе, в своих постоянных производственных вопросах, и не видим того, что нужно увидеть. Вот этот специальный бинокль, специальный человек, который видит и показывает, вот это как раз суть и та работа, которая, как в известном органе контроля надзора, не всегда кому-то и не везде видна. Вот это работа, которую, может быть, не посчитаешь, которую, может быть, любой проверяющий скажет, да это не вы сделали, ребят. Это так, все это вот кругом сделали. Поэтому это очень важно. Ну и, наверное, почему, опять экспорт, почему те наши деньги, не только наши, включая и Росексима, которые мы привлекли, 140 миллионов долларов – это за первые полугодия 2016 года в Ульяновской области по экспорту в два раза больше, чем в 2015-м, и без алмаза, нефти, леса, газа. То есть это все, что касается вот этих вещей. Кстати, нужно поблагодарить и Росатом, там они тоже прострелили, но, опять, не потому что одни, потому что в комплексе. Теперь радиофармпрепараты нашего Димитровградского института есть везде в мире практически. Почему деловой климат? Ну, потому что, как я уже сказал, никто, кроме нас, это не сделает, институтов развития. Руслан, посматривайте на время. Да, заканчиваю. Ну, и, исходя из этого, это та наша работа, которая в виде моратория на ИНВД, который при Морозове с 2008 года не изменялся ни разу, никто не пытался этого делать из глав муниципалитета, потому что они слушаются тех советов и того счастья, на которые мы показываем. Потому что блокирующий голос ОРВ, и поэтому ни одного киоска не было снесено пока еще. Почему? Потому что они тоже важны. Они тоже важны в своей какой-то маленькой... И с ними нужно работать, не надо их сносить. Ну, и почему вместе с бизнесом это надо делать? Все. Потому что, чтобы мы не ушли в контрольки, как вчера совершенно справедливо было сказано, а у нас есть этот кипяй, незримый кипяй, и мы не можем не выполнить поручения. Ну, и самое, наверное, здесь главное, потому что предложение по изменению температуры в парикмахерстве, когда тебе моют голову, должен устанавливать не директор комбината бытовых услуг, а клиент, наверное, которому мылит шею. Клиент мылит шею – это не для протокола, пожалуйста, не надо. К институтам развития это не имеет отношения, я правильно понимаю, Густан? Да. Поэтому у нас опоры нет только, наверное, в бухгалтерии, а так везде, в органах управления, везде представлено общественное объединение предпринимателей, и это хорошо, они не дают нам забыться и одергивают, где, когда нужно, и советуют правильно, куда нам нужно двигаться. Ну, и последний кейс – это то, что было, вы просили сказать, это, а куда двигаться, что нужно делать. Я считаю, что есть универсальная, должна быть некая универсальная модель, но не спущенная, скажем так, сверху, а всё-таки по желанию, устанавливаемое в регионах. То есть бенчмарк, да, лучшая практика? Совершенно верно, совершенно верно. Если в Калуге это работает, ни в коем случае нельзя трогать Калугу. Если это где-то не работает или где-то этого нет, тогда давайте там сделаем вот такую новую систему. Поэтому это два блока – это ресурсы и условия ведения деятельности. Вот по ресурсам мы правильно сегодня двигаемся, все понимаем, должен быть, допустим, веб, корпорация МСП, значит, и наши, я их называю эту тему, региональные банки развития. Мы неоднократно говорили и с Ларионовой Натальей, и с вами, да. Я считаю, что это должно быть, мы должны к этому прийти. Это позволит в течение недельного, там, двух-трехнедельного срока развернуть любые программы поддержки, не дожидаясь субсидий, которые по 7-8 месяцев будут доходить до региона. Любые программы поддержки можно развернуть. И второе – это условия, это, безусловно, тема, связанная с МФЦБ. Сегодня вот не окошко там, значит, задача не в том, чтобы в МФЦБ, в МФЦБ, в Мф folk персональный центр для бизнеса убрать бабушку из очереди перед предпринимателем. Это мелочь. А самое главное – сегодня есть большой пакет тех вещей, которые не упакованы в государственные услуги еще, не муниципальные и государственные услуги, что нужно для предпринимателей. Вот это, это должна быть отдельная большая система, Сингапур, если хотите, или ещё что-то, которая будет основным таким проектом в условиях ведения деятельности. И основной КП у нас там будет, это сколько законов мы адаптировали для бизнеса, сколько новых людей пришло в предпринимательство. Та вот эта общая задача, которую тоже, к сожалению, не всегда увидишь, но от этого КП мы никуда не денемся. Поэтому наша задача, считаю, в этом. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, никто нас не сможет упрекнуть, что мы сегодня не дали слова представителям региональных институтов развития, потому что мы ровно 50 минут обсуждали эту тему с точки зрения взгляда территорий. Я думаю, пришло время посмотреть, как федеральные институты развития могут помочь и развитию малого, среднего и крупного бизнеса, как могут помочь регионам, как могут помочь региональным институтам развития. Сегодня самый упоминаемый банк после Сбербанка был Внешэкономбанк. Я с удовольствием предоставляю слово Сергею Горькову с вопросом, как Внешэкономбанк видит свою миссию по отношению к регионам, к региональным институтам развития. Пожалуйста. Спасибо большое. Доброту, коллеги. Хотел начать с того, на слов благодарности, кто сказал в адрес Внешэкономбанка, во-первых, господин Артамон Доминиханов, потому что, конечно, банк находится сейчас в непростой ситуации. Наше главное КП – это выжить. Но, несмотря на то, что мы выживаем, мы еще финансируем отдельные проекты. Хотя, поверьте, это не очень просто. А если вернуться к истории, банк за свою историю за 10 лет реализовал больше 150 проектов общей суммы 4 триллиона рублей. Много лет мало, но целый отрасль экономики в общем ВЭП создал. Другая проблема, что он создавал за счет заемных средств и создавал за счет заемных средств зарубежных банков в основе. И это говорит о чем? Это говорит о главной проблеме всех институтов развития. У нас главная проблема не в их количестве. У нас главная проблема, что у нас нет дешевых, долгих денег. Из-за этого экономика страдает в основе. Какое количество мы не создавали бы институтов, у нас есть немножко такая особенность, что есть проблема – давайте создадим институт или создадим фонд таким образом, как проблема как-то решается. На самом деле форма не заменяет содержание, нам так кажется. На самом деле проблема не решается. Главная проблема в стране – это отсутствие долгих, дешевых денег. И это главная проблема любого института развития, в первую очередь УЭБа. Вот мы проанализировали, когда готовили стратегию, вообще место УЭБа, где мы находимся среди институтов развития. Позвольте, я четыре слайда всего покажу. Заметьте, что в некоторых направлениях, как промышленность, инфраструктура, экспорт, понятно, и даже в инновациях, потому что мы, Сколково является крупным инвестором, УЭБ занимает такое очень большое место с большим отрывом от всех институтов развития вместе взятых. Понятно, УЭБ – большой, крупный банк. Но еще раз, это все профинансировано короткими заемными деньгами. Поэтому проблема из-за этого, а нельзя проекты, которые отшли в Калуге или в Татарстане, к примеру, ОМОНИ, финансировать такими деньгами, потому что это бессмысленность, если мы говорим о развитии. Вопрос, много ли и мало институтов развития. 344 региональных, 30 институтов, вот здесь часть представлена федеральных, много ли это мало? Никто не знает, много ли это мало. Самое главное, что между ними почти нет синергии. И мне главное, что главный вопрос, сейчас пусть их будет много, но пусть между ними возникает синергия. И тогда это даст мультипликационный эффект. Потому что сейчас это напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука», потому что каждый тянет в разные стороны. Мы представляем какого-то бегемота в этой истории, но при этом тоже в свою сторону. Вот синергии, которые должны возникать, это, мне кажется, очень важный момент, который я бы хотел заострить внимание. Здесь я не стал показывать все 344 региональных институтов, потому что это неправильно, их изобразить даже невозможно. Где-то успешно, где-то неуспешно. Но еще раз, что я сегодня хотел сказать, это синергия, и это, конечно, нужно искать источник долгих денег. Следующий момент, можно следующий слайд. Я бы хотел рассказать, как региональные институты развития видят место вебом. Провели опрос, провели воркшоп у нас в вебе. Мы спросили, а где наше место? Вот как вы видите наше место? Вот видите, кошелек длинных и дешевых денег. Ну, кошелек, может быть, да, но он сейчас пуст. Ни длинных, ни дешевых нет. Есть дорогие, очень маленькие. Ну, видите, очень много запросов на как единую площадку с точки зрения консультаций, продвижения за рубеж, потому что веб за рубежом, конечно, это очень серьезный имидж имеет. И я могу вам сказать, что именно из-за этого имиджа нам удалось, к примеру, у китайцев привлечь сейчас достаточно большие средства, несвязанных денег у 10 региональных банков. Это в условиях санкции. Обычно китайцы или связанные дают подпроекты, но точно не дают банкам, находящихся под санкцией. Такой прорыв, который мы существовали буквально в сентябре. Но для нас мы услышали все ваши просьбы. И хочу сказать, вчера я объявил о перезагрузке отношений с институтами развития, вообще с регионами. Я закрыл все 7 представителей с веба в регионах, потому что я считаю их неэффективными. Раньше они занимались тем, что возили или носили пиджак, или встречали руководителя. Мне это не нужно. Я могу спокойно носить его сам. Но при этом я хотел, чтобы у нас с вами установились с региональными институтами хорошие отношения. Мы готовы быть агрегаторами, модераторами проектов, которые мы существуем в регионах. И лучше бы, если бы этими руками были бы вы, региональные институты развития, а я не создавал бы ненужные представительства. Поэтому давайте выработаем механизм. Мы предлагаем такое комплексное решение, где мы могли бы стать и агрегатором, и навигатором. Конечно, это в основном крупные проекты, потому что веб-сепи теперь не осуществляет деятельность малым и средним бизнесом. Мы вывели это за рамки в корпорацию, которая с главой Броверман. И мы все-таки фокусируемся на крупные проекты, крупных переделов, сильных переделов, второго, третьего, четвертого передела, на экспорте, инфраструктуре. И исходя из этого, если у вас есть эти проекты, мы готовы быть агрегаторами. Но мы хотим, чтобы вы были нашими партнерами в регионах. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Сергей. Я так понимаю, для прессы заголовок такой будет, да, видимо, что ВЭП готов стать агрегатором региональных институтов развития. Так? Пресса уже, да, я уже сегодня посмотрел, сказал, что ВЭП готов осуществить перезагрузку в отношении с регионами. Прекрасно. Вчера подписали семь соглашений, как раз об этом. Но я хотел сказать, что не ограничивается семи регионами. Просто вопрос синергии и вопрос правильного фокуса. Вот мы готовы это осуществлять, готовы слышать. И мы совершенно изменяем подходы и подразделения, меняем, которые будут это делать. Поэтому, пожалуйста, мы открыты и будем работать вне зависимости. Мы немножко еще будем болеть, но мы будем быстрее и быстрее выздоравливать. И поэтому, чем наша больше температура будет возвращаться к нормальному руслу, тем мы больше будем помогать региону. Отличная новость. Я так понимаю, что к Сергею подойдут после пленарного заседания губернаторы по поводу несвязанных китайских денег. Вы знаете, подходите со связанными, потому что китайцы сказали, мы готовы дать в два раза больше, принесите проекты. Вот, замечательно, прекрасно. Спасибо. Я не знаю, Газпромбанк – это банк-конкурент или банк-партнер. Я бы хотел, чтобы о роли Газпромбанка во взаимодействии с регионами развития рассказал Олег Костин, вице-президент банка. Спасибо, Андрей. Спасибо за возможность выступить. Я бы прежде всего хотел сказать, что, конечно, для банка некая аксиома, что без кредитного продукта не бывает прямых инвестиций. Поэтому, на наш взгляд, и задача региональных администраций, корпораций развития, как, собственно, проводников привлечения прямых инвестиций в регионы – это помощь в поиске качественных и надёжных заёмщиков. Андрей, я думаю, наверное, согласился с моим тезисом о том, что сегодня банковская система России располагает достаточно ликвидностью по кредитованию самых разных проектов. Это могут быть и просто кредитные продукты, это может быть долгосрочное проектное финансирование со сроками 12 и более лет. Да, собственно, то, что мы наблюдаем при реализации проекта в сфере государства частного партнёрства. Проблема в том, что сегодня действительно качественного и сильного бизнеса не так много, поэтому и количество проектов, на наш взгляд, не соответствует тем задачам и уровням, которые стоят сегодня перед Россией. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, то, что, конечно, я согласен, в частности, с Анатолием Дмитриевичем, который говорит, что не нужно сегодня унифицировать все задачи, все региональные корпорации, все региональные институты развития. Каждый регион должен самостоятельно выбирать, какие непосредственные институты развития нужны, потому что у каждого региона свои и конкурентные преимущества, свои слабости. И, исходя из этого понимания, он должен формировать некий пул подобных региональных институтов развития. Третий момент, на который хотелось бы обратить внимание, у нас уже достаточно, действительно, и региональных, и федеральных институтов много. Давайте просто хотя бы посмотрим все успешные практики, и эти практики, условно говоря, проинформированные, доведем до сведения. Сегодня уже упоминалось, например, фонд развития промышленности, по итогам работы за два года реализовано уже около 100 проектов, серьезный, качественный задел сделан. И вот та успешная практика, которая началась складываться на федеральном уровне, постепенно спускается на уровень ниже, на уровень регионов. И сейчас мы наблюдаем, в общем, такую хорошую, позитивную динамику, когда совместно и федеральные, и региональные фонды промышленности начинают взаимодействовать и совместно реализовывать проекты. Я бы, например, еще отметил фонд развития Дальнего Востока, тоже, так сказать, вот в свое время не так активно они занимались, мешал им, собственно, мандат, который не позволял им финансировать предпроектную стадию проекта. Сейчас мы посмотрим уже, так сказать, если не ошибаюсь, шесть проектов были утверждены на правительственной подкомиссии под руководством Юрия Петровича Трутнева. И мы действительно наблюдаем, что их хорошие, качественные проекты начинают реализовываться на территории Большого Дальнего Востока. И вот Газпромбанк, собственно, один из тех банков, который помогает привлекать финансирование. Вот у них там, в частности, создан, так сказать, российский, китайский агрофонд, который будет именно реализовывать проекты в этой сфере. Поэтому вот такой механизм взаимодействия, так сказать, федеральных и региональных, значит, проектов, мне кажется, это является очень важным. Ну и третье, на что бы, так сказать, я еще хотел обратить внимание, конечно, все региональные институты развития, которые созданы, да, во-первых, они должны обладать реальными компетенциями, то есть это не должны быть пустыми структурами, да, так сказать, при региональных администрациях. То есть у них должен быть широкий набор полномочий, вот, и, безусловно, в их составе должны быть сильные, сильные профессиональные команды, да. Мы понимаем, еще раз говорю, что есть деньги у банков, есть понимание, каким образом можно эти деньги привлекать, но без качественных, хорошо структурированных проектов, без людей, которые способны, так сказать, эти проекты создать, таких проектов, такие проекты просто не будут финансироваться. Поэтому, вот, наверное, вот симбиоз вот этих всех условий, на наш взгляд, в общем, и позволяет говорить о том, что успешно функционирует региональный развитие, значит, региональные, так сказать, институты развития или неуспешно, а от этого, так сказать, уже будет зависеть, будут ли банки способны и готовы кредитовать подобные проекты, подобных заемщиков или нет. Спасибо большое, Олег. Я так понимаю, конкуренция на рынке агрегаторов будет присутствовать, да? Мы всегда за конкуренцию, потому что конкуренция позволяет, так сказать, условно, во-первых, привлечь под минимальные проценты деньги, во-вторых, она позволяет, в общем, так сказать, расширить круг инвесторов, которые, собственно, способны реализовывать. Ну и, наконец, это, в общем, естественно, улучшает общий уровень, там, и уровень инвестиций в конкретном регионе. Спасибо большое. Сегодня упоминались банки, я их не буду сегодня называть, но еще самое упоминаемое у нас сегодня была корпорация, уже называют корпорацией Бровермана, так же, как у нас есть фонд Бортника, никто не может выговорить, это длинное научно-техническое, просто говорят фонд Бортника, то же самое, корпорация Бровермана. И я бы хотел задать вопрос Наталье Ларионовой, вот как корпорация видит свою роль по отношению к институтам развития, таким, как гарантийные фонды, микрофинансовые организации, к той инфраструктуре, которая была создана? Пожалуйста. Олег, я тебя люблю безограниченно, но здесь я не завидную роль. Все сегодня извиняются перед Олегом. Добрый день всем. Мы изначально приняли решение не делать филиалы и представительства, потому что действительно, как правило, руководители таких организаций сводятся к роли ношения пиджака, портфелей и опираться на ту инфраструктуру, которая создана в регионах. У нас есть свой мандат, он прежде всего связан с развитием кредитно-гарантийной поддержки, и здесь наши партнеры – это региональные гарантийные организации. Но дело в том, что, конечно, средняя температура по больнице – это хорошо, но эта система создана при существенном выливании средств за счет федерации. Это где-то доходит до 90%. И есть очень разные институты развития, есть откровенно болеющиеся, наверное, находящиеся уже в стадии агонии. И вот просто спокойно сидеть и смотреть на среднюю температуру – такая незавидная участь. И сейчас мы, наверное, впервые попробуем реализовать на федеральном уровне проект, когда под своей гидой мы объединяем в единый створ региональные институты поддержки. Задача непростая, потому что формально все региональные гарантийные организации являются собственностью регионов. Мы как-то особо юридически на них влиять не можем, но определенную такую конструкцию контроля заложили в федеральном законе. Наша задача – все-таки сформировать действительно такой единый створ поддержки, в рамках которого распределить уровни ответственности. Они у нас выражены в таких финансовых единицах. То есть проекты до 25 миллионов рублей – это проекты, с которыми работает региональный институт поддержки. Проекты от 25 миллионов до 100 миллионов рублей мы подхватываем МСП банком. И проекты от 100 миллионов рублей и выше – это компетенция нашей корпорации. Задача следующего года – действительно нам сделать такую единую систему. Я думаю, что в ряде субъектов Российской Федерации это действительно будет такая очень непростая и болезненная история, потому что некоторая вальяжность в работе с федеральными медиками присутствует. Наш главный KPI, возвращаясь к клиенту, к предпринимателю, в принципе предприниматель вообще не должен понимать, какой из элементов этой трехуровневой системы его поддержал. Это должно происходить всегда в единые сроки, по единому набору документов, с единой стоимостью и с максимально положительным результатом. Повторюсь, наверное, в отличие от всех представленных здесь институтов развития, перед нами на следующий год стоит такая уникальная задача – попробовать собрать единый створ из существующего разнообразия. Спасибо большое за содержательное выступление и за то, что Наталья сэкономила время для самого молодого института развития Российской Федерации. Это агентство по технологическому развитию. Я бы хотел, чтобы первый заместитель генерального директора Вадим Куликов воспользовался такой трибуной и рассказал, чего ожидать региональным институтом развития от Федерального агентства технологического развития. А пока вы готовитесь, я так понимаю, у Натальи основная идея состоит в том, как вчера премьер сказал, когда автолюбитель едет по дороге федеральной, потом он сворачивает на региональную и муниципальную, он должен не замечать, вообще не думать, по каким он дорогам едет. Здесь та же самая история, фасттрек для предпринимателя. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. В моем понимании, развитие, кроме как технологического быть, наверное, другого особенного не может. У нас очень мощное название агентства. Мы действительно существуем уже три месяца, пока мы существуем безвозмездно. Мы инициативно существуем, хотя мы учреждены действительно правительством Российской Федерации. Мы надеемся, что в ближайшее время мы получим подкрепление финансовое. И самое главное, мы получим наши первые сделки, которые дадут нам, собственно, тот кэшло, за счет которого мы и планируем развиваться по поручению премьер-министра. То есть мы должны выйти на самоокупаемость уже в следующем году. Поэтому, в общем, перед нами большие задачи. С точки зрения наших KPI, мы действительно должны предложить бизнесу меню решений технологических, лучших международных решений, начиная с момента PVC, то есть proof of concept. Наверное, не раньше, потому что достаточное количество институтов развития федеральных и региональных занимается предпосевной стадией. Может быть, недостаточное, конечно, количество денег у этих институтов сейчас, но, в принципе, сами институции все уже созданы. Наша задача – предложить меню решений лучших, которые есть на сегодняшний день в мире. С другой стороны, провайдерам технологических решений, владельцам, или лицензиарам, их по-разному можно назвать, мы должны предложить меню площадок, условно, то есть приземлений. То есть проект не может быть федеральным, проект может быть всегда только региональным, или мультирегиональным, то есть размещенным в нескольких регионах. Это очень важно, поэтому нам очень важна плотная работа с каждым конкретным регионом, с каждым конкретным технопарком, институтом развития, которые занимаются как раз содействием привлечения партнеров в свой регион. И третье, что немаловажно, это меню по сбыту. Мы, кстати говоря, вот мы сегодня уже с Сергеем Горковым обсуждали, что ручной метод, да, мы в этом году, может быть, даже в следующем, будем ручками переносить наш КПИ, там чуть меньше ста проектов, мы в следующем году должны осуществить такой трансфер лучших российских и международных решений в России. Но мы понимаем, что, наверное, только в фарме это сейчас уже потенциал, это сотни. Сотни у нас есть предложений и решений к трансферу, и де-факто это достаточно большой рынок. И одно наше маленькое агентство не справится, безусловно, с поддержкой всего этого процесса трансфера. То есть нам необходимо создать соответствующую инфраструктуру, соответствующую экосистему. Самостоятельно, конечно, мы ее не сделаем, и, наверное, не надо ее нам создавать заново. Очень хорошая система уже на сегодняшний день сделана вебом, да, другими институтами развития и в регионах тоже. Конечно, мы бы хотели, собственно, объединить усилия для того, чтобы развивать эту часть в части трансфера технологий. Сбыт нам не менее важен. Мы обсуждали с Министерством экономического развития, программой инновационного развития предприятий, долгосрочные программы развития предприятий с государственным участием. Для нас с вами это потребители той самой продукции, ведь мы помним, что около 70% российской экономики находится в существенной степени... Вы говорите за счет сэкономленного времени корпорации Бравермана. Какой у вас бюджет? Мой финишный вопрос. Бюджет какой у вас? Сейчас ноль. Мы планируем, что этот бюджет вырастет к концу следующего года из двух составляющих. Да, у нас есть стартап-бюджет, утвержденный правительством в 200 миллионов рублей. Мы, могу сказать сразу, не занимаемся, мы не выдаем никаких денег, мы агентство, мы технологический брокер. Мы занимаемся техтрансфером исключительно. Мы планируем как минимум утроить этот бюджет за счет выручки, которая будет получена, ну, по сути, выручки, которую мы получим от наших клиентов, конкретных предприятий, потребителей, лучших мировых технологических практик. Спасибо, Вадим. Я думаю, надо пожелать успехов новому агентству. Спасибо. Отлично. Мы закончили федеральную часть. Теперь у нас осталось три выступления. А какой лучший мировой опыт есть в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Китае, с точки зрения институтов развития? Как Россия смотрится на этом фоне? Вот такие вопросы адресую к нашим международным экспертам, к нашим коллегам, прежде всего, к Михаилю Хармсу, управляющему директору Восточного комитета германской экономики. Спасибо большое. Может быть, я хотел бы коротко рассказать о немецком и европейском опыте. Сначала немножко о структурах и цифрах региональной поддержки. В первую очередь, программа регионального развития – это, конечно, европейская программа. ЕС тратит на эти цели где-то 350 миллиардов евро в год. Из них Германия получает в среднем, опять же, где-то 19 миллиардов евро. Это главная часть регионального развития. Земельные и федеральные программы в Германии занимаются на паритетных началах. И федеральное правительство и земли – это где-то в 2015 году было полтора миллиарда евро. Они нацелены в основном на развитие среднего предпринимательства. Потом в Германии специфика, что все еще существует программа поддержки новых федеральных земель. И она продлена до 2019 года. Я это говорю специально для того, чтобы показать, какая колоссальная задача выравнивания экономического и жизненного уровня в новых земель все еще стоит. И с 2005 до 2019 года на это тратится примерно 150 миллиардов евро. И потом есть еще колоссальная масса отраслевых и таких специальных программ. Так что система достаточно сложная. Цель – выравнивание экономического и жизненного уровня в регионах ЕС и Германии. Как это делается? В первую очередь, субсидии для отдельных инвестиционных проектов, для создания долгосрочных рабочих мест и создания экономической инфраструктуры или инфраструктуры, которая помогает экономическому развитию. Какие есть все-таки проблемы? Потому что мне кажется, это надо оценить достаточно критически. Во-первых, есть большая опасность консервации отсталых структур. И вы спросили, Андрей, клиент доволен? Да, клиент часто доволен, потому что он получает деньги как бы на консервацию строя структур. Но правильно ли это для общеэкономического развития? Это большой вопрос. Во-вторых, субсидии. Исследования показывают, что 80% тех инвестиционных проектов, которые поддерживаются из фондов регионального развития Европы, происходили бы и без субсидий. Поэтому очень много опять. Клиент доволен, но правильно ли это? И потом происходит, например, в Германии очень много такого перетягивания инвестиций. Мы субсидируем по более высоким ставкам новые земли. Предприятие инвестирует, скажем, не в Гамбург, а в Дрездене. Но какой общий экономический эффект от этого? Он, очевидно, отсутствует. Поэтому здесь надо очень осторожно относиться к этим субсидиям. Достаточно низкая эффективность. То есть я специально посмотрел документы. В среднем на один вложенный евро получается эффект 1,2 евро. Стоит ли это вот этой сложной системы? Это вопрос. А во многих регионах это ниже одного, этот процент. И успехи, если мы посмотрим на цель выравнивания жизненный уровень, если мы посмотрим на, скажем, Грецию или Южную Италию, очень много денег было вложено. А эффект вы сами знаете какой. Хотя есть и очень успешные примеры, скажем, в Восточной Европе, Польша. Это был сильный. Какие выводы я бы предложил для России? Во-первых, конечно, опасность сохранения устаревших структур. Во-вторых, очень осторожно относиться к субсидиям инвестиций. Лучше, я думаю, налоговое стимулирование, потому что оно для всех, и тогда лучше работает конкуренция. В-третьих, я очень бы поддержал то, что сказал и господин Горков, и госпожа Ларионова, все-таки общие, единые правила. Потому что в этой сложной европейской системе очень сложно оценить эффективность и эффекты. И, во-вторых, синергии не возникает. То, что об этом вы сказали. И четвертый, последний пункт – не бояться неравномерного развития. В Германии такой эффект, что очень успешные кластеры, скажем, мюнхенские, баварские кластеры, они становятся все более успешными, другие отстают, но за это возникает эффект скалирования. То есть, конечно, у вас неравномерное развитие, но зато успешные кластеры они именно производят в общеэкономическом плане. Поэтому, я думаю, здесь не надо размазывать средства по всей стране. Концентрация – это очень неплохо. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Меня впечатлила цифра 350 миллиардов евро. И другая цифра поменьше – это 1 евро 20 центов. И мне кажется, вот эта тема – не бояться неравномерности и действительно помогать сильным регионам, чтобы они были еще сильнее, а чтобы слабенькие регионы подтягивались к более сильным. Спасибо большое. И я бы хотел предоставить слово Уильяму Томпсону, главе отдела Евразии, секретариат по глобальным отношениям УЭСР, что бы вы хотели добавить с точки зрения применимости международного опыта к российским институтам развития. И затем Олег Фомичев представит точку зрения правительства. Спасибо большое и спасибо организаторам за возможность выступить сегодня. До января я работал 6 лет в отделе по политике регионального развития УЭСР, обсудил эти вопросы со многими российскими регионами в течение 15 лет работы с УЭСР и десятками регионами и в странах УЭСР, и в странах, не входящих в организацию. Мои замечания касаются прежде всего наших взаимоотношений с региональными агентствами по развитию и с региональными банками развития. Во-первых, я начну с деньгами. Дело не только в деньгах, а очень часто прежде всего не в деньгах. Что касается Евросоюза, могу сказать, что одни аналозы показывают, что регионы, которые получают меньше, очень часто используют эти деньги лучше, потому что они серьезно думают об своих выборах. Во-вторых, потому что, особенно если речь идет о появлении новых видов деятельности в регионе, очень часто проблема не в том, что деятельность невыгодна, проблема в координации. Частный сектор умеет организовывать себя там, где существует. Но когда речь идет о возможном появлении нового сектора, нового вида деятельности, очень часто есть важную роль координации, потому что бывают случаи, мы их видим, допустим, в Чили, где вот целая цепочка новых инвестиционных проектов будет прибыльно, без субсидий, если они все-таки скоординированы. Второй момент – это риск, управление рисками и разделением. Там два момента. Есть, конечно, болезненный момент – это разделение рисков между частными и государственными секторами. И там, где должна быть конкуренция, там, где должны быть субсидии и так далее. Но второй момент тоже, мне кажется, очень важным, и я это вижу лично во многих регионах – это система стимулов для чиновников. Потому что инструментарии этих институтов развития, банков развития, очень часто зависят от стимулов конкретных чиновников. Почему я об этом говорю? Потому что неоднократно видел случаи, когда лучше было бы работать там, то ли с налоговой системой, или очень часто вот в Евросоюзе с льготными займами, кредитами на льготных условиях, а чиновники предпочитают гранты. Почему? Потому что грант вам даю, никто меня никогда спросит, почему деньги не вернули. А если это займ, даже если в целом это куда более эффективный подход, и можно потом взять эти деньги и еще использовать, я должен отвечать за возврат. И чиновники страшно боятся рисков с государственными деньгами. Третий момент. Мы часто видим, что даже если создаются под эгидом огромного плана действия, начинают вложить в объекты. Не в проекты, а в объекты. Акцент на физические объекты, потому что они видимы, мы знаем, окей, получили результат. Может быть, никто не летает в этот аэропорт. Я вот этого движения вашего не понял. То есть, ну, что построили мы аэропорт, это удача. А если никто не приезжает, не уезжает, то есть, на самом деле, результат – это, конечно, экономическая выгода. А лучше всего, лучше, чем проекты, это, конечно, проекты, которые все-таки являются частями серьезных сложных стратегий. И это вот последний мой пункт здесь – это вот сложность этих стратегий. У каждого региона есть. Но во многих странах, когда мы делаем сравнительные аналозы стратегий регионального развития регионов, они все одинаковы, что означает, что механизм не работает. Каждый регион хочет то же самое. Они хочут все, что там есть, и они хотят то же, вот, все, чего пока нет. 15 лет назад в России все хотели стать крупными центрами ИТ. Потом, через несколько лет, все говорили мне о биотек. В 2010 году все вот хотели стать крупными центрами нанотек и так далее. И все хотят и конкурентоспособное сельское хозяйство, и туристические сектора и так далее. На самом деле весь процесс все-таки должен начать серьезным анализом потенциала региона с участием и частного сектора, и государственного сектора, не ограничиваясь тем, что есть. И мы все понимаем опасность моногородов и так далее, но имея в виду все-таки конкретные реалии и реальные возможности. И время не стекло. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, Уильям представил такой русский взгляд на самом деле на проблему. И я чувствую, что мы недоиспользуем потенциал УЭСР для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие институтов регионального развития и федеральных. И в заключении, вот мы начинали, помните, со злого следователя, хотя Катя, конечно, не похожа на злого следователя, скорее на обаятельного следователя. Вот, я не знаю, у Олега роль сейчас будет злого следователя или доброго. По результатам, как пойдет. Как пойдет. Вот в правительстве всегда как пойдет. Так, пожалуйста, Олег. Как всегда говорят, что это самая большая ошибка в проектном управлении, это когда вы до конца проект не видите, но говорите, ну давайте начнем, а там посмотрим. Вот, это как бы, да, первое, что приводит к неудаче любого проекта. Но если говорить об институтах развития, тогда бы разделил на две короткие части свое выступление по региональным институтам развития и по федеральным. По региональным институтам развития я бы скорее согласился с позициями, которые Анатолий Дмитриевич говорил, потому что, в принципе, что такое институты развития? Мы, когда их анализируем, у нас не стоит задача найти между ними какую-то там, значит, по регионам общие черты, как-то их посчитать, проанализировать и так далее. Институт – это то, что он делает. Если региону нужно для достижения его задач определенный набор институтов развития, то этот набор институтов развития должен быть, и оценивать их деятельность нужно в контексте региона, насколько регион получает выгоду общую экономическую от деятельности этого набора институтов развития. То есть это такое, как бы, не знаю, гений местный, не гений местный, но в каждом конкретном регионе нужно институт развития в местном контексте анализировать, потому что сравнивать институт развития действительно из Калужской области с похожим по названию институтом развития где-нибудь там в Хакасии, ну их можно сравнить по формальным показателям, но они не для этого создавались. Они создавались, чтобы приносить пользу Калуге и Хакасии, и надо в этом контексте их между собой сравнивать. Однако у этого общего, у этой общей логики есть одно исключение, исключение, про которое Наталья Игоревна говорила, потому что у нас есть категория институтов развития, в первую очередь финансовая, это региональные гарантийные организации, микрофинансовые организации, лизинговые организации, у которых достаточно четко у каждого из них, и оно как раз отвязано от региональной специфики предназначения. Это финансовые инструменты. Их можно между собой сравнивать и по эффективности, и предъявлять к ним обязательные требования и так далее. То есть вот эти две категории институтов развития, первая, которая только кейс-специфик, и их можно оценить только в общем контексте развития региона. И второе, это такие инфраструктурные, одинаковые для всех институтов, которые для предпринимательства или нет, неважно, но которые выполняют одну и ту же задачу везде. И подходы здесь должны быть разные. Если говорить о федеральных институтах развития, ну и, наверное, это частично будет касаться и региональных, еще проблема в том, что мы очень часто по институтам развития формируем как минимум конфликтные, иногда и прямо исключающие требования. Ну, во-первых, мы всегда говорим, что нужно обязательно обеспечить гибкость институтов развития, не забирая окраченность, они должны реагировать на, значит, быстро меняющую среду, запросы потребителей и так далее. Одновременно говорим, что нам нужна очень четкая прозрачность, регламентированность работы. Счетная палата и прокуратура приходят и говорят, давайте принимайте регламенты, как у вас выглядят все процедуры рассмотрения, в какие сроки вы должны их там заканчивать и так далее. Все. И в этом месте у нас как бы сразу первая неэффективность. Потому что приходит аналитик, он говорит, что это забирократизированный институт, он неэффективный, приходит счетная палата и говорит, у него нет регламента, поэтому он неэффективный, да, приехали. Вторая такая же штука, кстати, у Екатерины прозвучала тоже, мы все время по этому поводу немножко оппонируем открытому правительству, про необходимость долгосрочных КПЭ и одновременно тут же требования о том, чтобы они должны подстраивать свой мандат и свою деятельность под быстро меняющую ситуацию. Ну, вы либо подстраиваете мандат и деятельность под быстро меняющую ситуацию, тогда у вас меняется КПЭ, потому что у вас цели меняются достаточно быстро, да, либо вы устанавливаете на 10 лет один и тот же набор КПЭ, чтобы вы могли в течение 10 лет проверять, значит, каким образом этот институт развития действует. Еще одно несоответствие, которое постоянно видно, но это несоответствие между мандатами институтов развития и теми ресурсами, которые выделяются на исполнение этого мандата. Это касается и федеральных институтов развития, и региональных. И это очень часто путается с понятием неэффективной деятельности институтов развития. Потому что, когда иногда говорят об неэффективной деятельности институтов развития, говорят, что институт развития не достигает тех, как бы, целевых показателей, задач, для которых он в свое время создавался. Тогда первый вопрос, а дали ли мы ему те ресурсы, которые мы обещали ему при его создании, и достаточно ли масштаба его деятельности на сегодняшний момент для решения тех вопросов, за которые мы с него спрашиваем. Это очень сильно связано, я так подозреваю, с региональными институтами развития, мне больше знакома деятельность федеральных. Мы хотим, чтобы у нас стартапы развивались, был приток проектов на более высокие стадии, мы хотим, чтобы у нас предпосевные инвестиции как можно шире развивались. Но каждый год в рамках бюджетного процесса мы сокращаем или не увеличиваем расходы на софинансирование институтов развития, которые обеспечивают ровно эту самую предпосевную стадию. Мы хотим, чтобы у нас была динамично растущая нанотехнологическая сфера, нам нужны новые предприятия, но в итоге заканчивается все это тем, что Роснано, поскольку ему не дали бюджетных средств, финансирует проекты коммерческие, высокорисковые за счет заемных средств. Правда, с гарантиями правительства, но это все равно финансовая модель Роснано выносит прямо на грань очень высокорисковую, потому что финансировать рисковые проекты за счет заемного финансирования, да еще и дорогого. Это не один институт развития из тех, которых я знаю за рубежом, высокорисковых, но не может себе позволить. И еще одна проблема несоответствия, это то, про что Марина частично говорила, это несоответствие мандата, который правительство регионально или федерально наделяет соответствующим институтом развития и ожиданием от деятельности этого института развития со стороны предпринимательского сообщества. Это, не знаю, объективная или субъективная проблема, потому что когда правительство региональное или федеральное устанавливает мандат для института развития, оно имеет в виду выполнение каких-то конкретных задач. Там развитие ли рынка венчурного финансирования, как в случае РВК, какие-либо другие задачи, предприниматель всегда оценивает деятельность в суде развития, насколько ему лично, персонально полезна деятельность этого института. Здесь начинается как бы диссонанс, потому что правительство не для этого создавало институт развития, не для того, чтобы в данном конкретном случае конкретный предприниматель радовался его деятельности. Потому что это, например, фонд фондов, который напрямую деньги предпринимателям не дает, он создает венчурные фонды, в которых там можно получить финансирование. Но опрашиваем мы иногда деятельность института развития тех потребителей, которые и не предполагалось, что будут пользоваться его услугами. И на этом тоже периодически у нас возникают проблемы, когда мы говорим, что институт развития неэффективен, потому что предпринимательское сообщество не видит, не понимает, что он делает и вообще зачем он нужен. Вот эти проблемы, они и сегодня все прозвучали. Мне кажется, что они по состоянию на сейчас, мы их быстро не решим, но двигаться в том, чтобы эти противоречия каким-то образом снимать, нам в любом случае нужно. И оценивать эффективность деятельности институтов развития тоже нужно, но опять же не в целом, как бы с некими одинаковыми критериями, а два, наверное, или три главных принципа оценки института развития. Первое. Насколько его деятельность соответствует тому мандату, который у него зафиксирован в отношении его деятельности со стороны правительства того или иного уровня. Второе. Насколько эффективно он этот мандат достигает с учетом тех ресурсов, которые ему предоставлены. И третье. Насколько в его деятельности при этом соблюдаются некие необходимые нормы, связанные с прозрачностью, отсутствием конфликта интересов, значит, и все, что связано там, условно говоря, с комплайенс. Вот три вещи, которые при анализе должны быть. Остальное все, мне кажется, это уже аналитические надстройки для интересующихся граждан, но, наверное, не сильно имеющие отношение к реальной эффективности. Ну или еще, если уж мы говорим об эффективности института развития не как конкретной организации, корпорации, а как функции, которые государство для него предназначало, то нужно тогда подняться еще на этаж выше и анализировать, насколько тот мандат, который правительство ставило перед этим институтом развития, на сегодняшний день актуален, нужен ли он и не нужно ли его поменять для того, чтобы эта задача, которую выполняет институт развития, стала исполняться более качественно. Вот, пожалуй, все. Спасибо большое. Я так понимаю, радикальных решений правительство не будет предлагать по закрытию институтов. Можно в микрофон для протокола это сказать? Абсолютно точно. У нас есть много предложений по корректировке деятельности, по достижению той самой синергии, про которую Веб говорил, но мы считаем, что у нас нет сейчас никакой жесткой необходимости кого-то закрывать. А что по венчурной корпорации? Люди никуда не подевались? Нет, никуда они не подевались. Они там, где и должны быть. Так, я так понимаю, есть попытки начать сессию вопросов и ответов. Я как раз хотел извиниться перед аудиторией, что сессия вопросов и ответов переносится в кулары, поскольку мы перебрали время. И в заключении я бы, может быть, так, короткий итог подвёл дискуссии. Все говорили о том, что должны быть общие правила для институтов развития, но такие правила, которые позволяли бы в разных регионах развивать действительно те отрасли, те муниципалитеты и те направления, которые необходимы и востребованы для конкретных субъектов Российской Федерации. А это разнообразие должны агрегировать банки, потому что банки работают напрямую с клиентом, с малым, с средним и с крупным бизнесом. И правительство нам пообещало, что эта модель будет жить. Спасибо большое всем.